Встречайте, русское чудо, знатарка и чародей Анна Спасительница. Разнообразные целители, провидцы, экстрасенцы и спасительницы, наводнившие Россию, в последнее время все чаще посещают Петрозаводск. Сегодня состоялись сразу два выступления. Колсан и Далма, что в переводе с тибетского означает «дарующая счастливую судьбу», и русского чуда, Анны Спасительницы, попросту Бабы Нюры. Встречайте, Колсана Далма! Подобного аншлага кинотеатр Колевала не знал давно. Сеанс бесплатный, зато после сеанса зрители за любые деньги покупают святую воду, крестики и фотографии волшебницы. Вот так Колсана Далма, лауреат ордена Святого Викентия, помогает глухим слышать. Пациентка закрывает свое здоровое ухо. Тихо-тихо, держи! Я слышу! Я слышу! Этого не может быть! Этого не может быть! Потому что быть не может быть! Используется временный эффект, известный специалистам, связанный с тем, что при резком ударе был удар бубна около больного уха, вот, повышается костная проводимость, и кроме того, целительница говорила в микрофон, и этим самым задействовала костную проводимость здорового уха. И женщина слышала. Эффект этот тоже, он реален. Женщина повторяет слова. Он внешне очень эффектен, демонстративен, он прямо эстраден. Это действительно эффект чуда. Но с точки зрения, опять-таки, специалиста, он имеет объяснение, имеет временный эффект, и имеет, ну, просто, наоборот, так сказать, как в случае с заиканием, для специалиста, ну, определенное диагностическое значение. И не более. Владимир Каргопольцев, главный психотерапевт Республики Карелия, с 88-го года выступал в больших аудиториях, проводя психотерапевтические курсы антистрессовой защиты. И одновременно проводил опрос об эффективности телесеансов Чумака и Кашпировского. Кратковременные положительные эффекты получили 4-5% зрителей. Отрицательные, существенно ухудшающие самочувствие 15-17%. 80% — отсутствие всякого эффекта. Опрошено 5000 человек. Ни один медицинский препарат при таких показателях не получил бы допуска к применению в медицинской практике. Если раньше, буквально где-то лет 6-7 назад, к нам на приём приходил человек, который говорил, что у него сглаз, у него порча, у нас было два мнения по поводу этого человека. Или это просто очень неграмотный человек, из какой-то глухой деревни, без предрассудков. Или это, может быть, молодой человек, воспитанный в семье с предрассудками. То есть, или это уже больной человек психический, у которого идут бредовые идеи, воздействия, порча, ущерба. То сейчас каждый-то четвёртый пациент, который приходит на приём к психотерапевту, смущаясь, иногда и не смущаясь, прямо говорит, что у него сглаз порча. И начинает даже аргументированно как-то доказывать это. И в большинстве случаев это уже не больные люди, а это люди, как правило, здоровые, но вот с таким мистическим сдвигом сознания. И что получается? Сглаз порча от кого? От сотрудников, от тёщи, от свекрови, от мужа, от жены. Создаётся вот этими выступлениями и этими объяснениями заболеваний, а все эти целители объясняют заболевание двумя вещами. Это два диагноза. И у экстрасенсов, и у целителей народных два диагноза – это порча и это сглаз. Сейчас всё общество оказалось в кризисе, и всё общество оказалось как раз заражено вот этим вирусом, этой какой-то эпидемией мистицизма. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова